Игнатий Тихонович То есть вы не против? Я слушаю вас, говорите Вопрос в том, Игнатий Тихонович, что давно, наблюдая за вашим творчеством и на вашем сайте, был на форуме, вот, собралось у меня несколько вопросов и хотел их вам задать Первый меня вопрос интересует, как вы относитесь во время Божественной Литургии, совершается чин Проскомидии? Вот, священник, вот, сегодня у нас была Литургия, причащались, в следующей неделе мы будем готовиться причащаться Мне рассуждать тут не надо, все уже установлено, что считать, это знает священник Я никогда не влажу туда, где мне не принадлежит А каково ваше мнение, именно я бы хотел услышать вашу точку зрения Можно ли вам Проскомидии поминать недостойных? То есть те, которые формально только являются христианами Ну, обычно как, за здравие подают записки, за упокой, а у нас три У нас за упокой молятся за тех, которых знают только Которые знают, что они умерли по-христиански И третье, за обращение, раз они такие слабые, неизвестно какие Это обрати, Господи, и дай им веру Твою святую О них особая молитва То есть идет особая молитва Да, и молитва такая соответствующая, чтобы она была безобманная Скажите, Игнать, а вот во время так называемого преосуществления Действительно это тело и кровь Христа? Действительно, ничем не отличающаяся от того, которое было распито на Голгофе Но ради немощи человеческой мы по-прежнему видим хлеб и вино Это истолковано всеми святыми отцами одинаково И мудрствовать мне не надо, если я не буду верить, я буду сектантом, еретиком Понятно, мне просто было очень интересно Ваша точка зрения Но это не моя точка зрения, в церкви всегда так и было Это точка Христа Он говорит, преломил хлеб, а подал, говорит, тело мое И апостол Павел говорит, кто недостойно причащается ни виной, ни против хлеба А против тела и крови Тут выразиться нельзя Это еретики сегодня, они скрылись под названием динаминации, конфессии Это сатана прикрыл У них нет ничего Где нет рукоположного епископата, там церкви нет Нету, это выдумка одна А они каждый день плодятся А другие надоело, баптистам не буду Адвентистам не буду, я сам по себе Не будешь, обрастет И будет формироваться, по-другому называться У нас тут город-то небольшой, там 750 тысяч 68 разных названий еретиков, религиозных организаций Уже есть, допустим, иконы им не надо Ну, у баптистов нет икон Иди к ним, нет Новое образование Что-то непонятно, а кто дробит А мы имеем святую православную веру, церковь И у нас, только сейчас у нас кончились занятия Вот вы звонили, у нас занятия шли по скайпу Я вам скину этот данный Вы можете следующее занятие быть Оно будет в среду В среду, пятницу, воскресенье Три раза в неделю По полтора часа Один час толкования идет Сейчас откровения проходим А полчаса вопросы и ответы Ну, отвечать мне приходится Просят, и я отвечаю Я могу сказать, какой святой отец сказал Мне не надо мудрить Это сектанты, сколько голов, столько умов У нас что-то не спросят Мы открываем книгу, смотрим Блаженов и Пелаг Андрей Кесариков, подокийский архиепископ Ефрем Сирин, Блаженный Августин Мы счастливые С нами за столом сидят Все с первого века святые отца У сектантов никого нет Он сам от себя Тут толковать даже нечего, сравнивать Значит, вы чтите память святых отцов, Игнатий Тихонович Как? Повторите, что? Вы чтите память святых отцов? А как же? Мы каждый день молимся Вы каждый день молимся? Каждый день Это наши ходатайы перед Богом Вот я поминаю Я посмотрел, 77 имен произношу каждое утро Отдельно мученики Отдельно святые Отдельно жены и девы Первое это 10 Вот Лестовочка Четки, 10 100 Первые 10 Господу нашему Иисусу Христу За все благодарим Божьей Матери Преснодеве Марии Ангелу Хранителю Просьбами благодарим И чтобы Когда тело будет разлучаться Душа от тела Чтобы он не покинул Провел по мытарствам Дальше Иоанна Крестителя Святитель Никола Святые пророки Святые небесные силы Ангел, Архангел, Апостол Мученики, мученицы Святые отцы и жены и девы 100 Ну и правило Не менее Три святые И 100 поклонов Желательно Чтобы 7 раз в день Становиться на молитву Псалом 118 И 164 стих У нас помощь Мы не одни Мы не одинокие Как сектанты Я вот начитывал Жития святых Распространял Еще в советское время 12 томов Златоуста У меня начитаны Я вам скину Эти наши Ресурсы Такого нигде Больше нету Вы можете скачать Дорогу ехать Слушать Добротолюбие Иоанна Кронштадтского Серафима Саровского А у сектанта У него ничего нету Он сирота Мы же не изобретаем Какие-то приборы Которые есть Электричество И прочее Уже изобретено Тем более Церковь Бог открыл Мы можем назвать Сколько было святых В первом веке Канонизированных Во втором В третьем Я насчитывал Таблицы составлял Симфонию Книгу составил На жития святых Мы точно знаем А Баптист Он ничего не может сказать Ну Лютер 16 век А до Лютера что Ее не было В церкви А он говорит Во все дни До скончания века С вами Они еретики А слово еретик Означает Что ты не спасенный Сохрани Бог Отколоться Хотя очень часто Игнатий Тихонович Вас называют Мартином Лютером 21 века Ну они называют Они просто Могут называть Меня называют Савонарола Вот вернулся Из тюрьмы Я когда вернулся Теперь вам Попы покоя не будет Я ничего не придумываю Я не реформатор Никакой Правила Вот они есть Книга правил Так Брат Принеси-ка сюда Книгу Дай мне сюда Вне Сегодня действующих 719 правил Из них 413 Ежедневно нарушается Я эту работу провел Ну куда это Какая-то работа 57% Вот у нас Община У нас ни одного правила Не нарушается Строго Вы посмотрите Если видели На наших ресурсах В ютубе Как одеты Какой порядок Ведь имя всегда есть Даже бороду Человек подправил Там Под 3 где-то Пока борода не отрастет Он с соглашенными Будет стоять Все просто и понятно Там выпил Выпивший был На 2 года Отлучается Это каноны Говорят Это не я говорю Это вселенские Поместные Соборы Святых Отцов Без соборов Никакого православия То есть нету Тогда Иди гуляй Как любой еретик Игнатий Тихонович Я хотел у вас спросить У вас службы ведутся На русском языке У нас на церковно-славянском Но мы считаем Все библейское На русском Библейское А каноны? А каноны? Все считается По-славянски Как есть Дома мы считаем По-русски А в церкви Мы не реформаторы Но мы добились И теперь Он к нам приезжает Митрополит Когда Московская патриархия Со своими священниками Видели Если то у нас Служат они То А они Считают по-русски Евангелие по-русски Послание по-русски Псалтырь по-русски Все Но если Псалтырные псалмы Поются Мы поем По-церковно-славянски То есть Мы избрали Золотую середину То есть Вы выбрали Золотую середину Да Не переборщили Никуда Чтобы было А уже Много Псалтырного Чтение Евангелие Ветхозаветное Чтение Все по-русски Синодальный перевод Только синодальный Который по благословению Патриарха Все Ну а который Где-то там Непонятно По-церковно-славянски Ну можно что-то Подсказать Поучить У нас занятия Все время идут Вот у нас Литургия сегодня Кончилась Сразу все заходят В трапезную И сразу Начинается собрание Какие беды Кто заболел Кто где находится И сразу мы После этого Трапеза И разъезжаются Кто желает Там кто посетить Больные Где-то нуждаются И вот А Кто Ничем не занят Сразу начинается Занятие Полтора часа Я до этого Вел занятия Только в одном Университете Восемнадцать лет А я в пять Университетах Одновременно Во всех отделах Милиции Воинских частях Три радиопрограммы Я думаю Более востребованным Чем я никого не было Это Бог так сделал По благодати С утра И до глубокой ночи Игнатий Тихонович Я хотел у вас спросить Скажите Вы выработали Я знаю Концепцию О Перестроении Русской православной церкви Скажите Прислушивается ли Кто-то к вам Ну как сказать Прислушивается Понимаете как Вот приехал В Андрея Кураева Слышали такого? Конечно Он ко мне приезжал Мои книги здесь брал И вот его Он где-то там выступал Я не знаю где И в интернете Нашли Мне скинули Он А вы знаете кто Самый знаменитый Самый великий Миссионер Нашего столетия Там назвал А кто знает Он говорит Это он меня называет А где это В Барнавуле Ну кто-то там записал И сразу Пошли добрые люди У меня 38 томов Вышло из печати Он сразу книги выписал И сейчас познакомились Он преподаватель Красноярского Университета И Академии И ведет занятия При Метрополии Катихизаторские курсы Вот Соболев Юрий И он Он так сказал Спросили Головина Вы можете слышать Владимир Головин В Булгарии Нет О нем я не слышал А вы зарядите Головин Он очень известный Такой Его спросили К вам гордость Не подходит Это ролик Стоит Его ролик Там Женщина Одна его спрашивает Он говорит А чем гордиться Ну вот проповеди Показал Осипов Говорит Знает профессор Алфеев Метрополит Иларион Вот Начал говорить И вот Говорит Еще я скажу вам Тут есть Горячий Такой проповедник Наизусть Все говорит Какая глава Какой стих А у меня ничего Этого нет Ну и меня называют По фамилии Лапкин Игнатьев А у меня ничего Этого нет Чем бы я гордился То есть Их спрашивают Олег Стеняев Слышали такого Да Конечно Вот Он у меня Здесь был Тоже приезжал А его спрашивает Ну он говорит Там великий Там полемизатор Там миссионер Но я говорю Давно уже С ним связи Не имеет Он уехал Он был когда-то В Сибири И вот Это люди говорят Это не мой язык Говорит Как я могу Себя определить Я просто Люблю Господа Люблю Его Слово живое И чтобы это было живо Я в 23 года Сознательно Принял Христа С детства был верующий Меня Бог Я имел страх Божий Родители так научили И 23 года Впервые После армии В руки мне Евангелие Бог дал И моя жизнь Изменилась в этот же день Абсолютно другая Вот у меня книга есть За Слово Божие Нету Там Говорится Как я обратился У нас Миссионерская поездка Была Видели какая От Владивостока До Лиссабона Прошли Скандинавию Прибалтику И я в 600 городов Мы заезжали Сел районах Дарил по полному Комплекту Один комплект 750 евро Вот умножьте на 600 А потом еще На курс рубля Еще на 70 умножьте Это какие миллионы А у меня минимальная пенсия Это Господь дал Господь Это благодать Его Это невозможно Это любому понятно Невозможно А Бог Ну как Делает И камни Заговорят И ослиса Заговорит Игнатий Тихонович Я знаю Что вы родились В многодетной семье Да Скажите А у вас Семья есть? А вот она Здесь Ага Понятно Скажите Вы также Поддерживаете Отношения С отцом Фастом? Ну вот Мы были К нему заезжали Вот что интересно Были у меня люди Которые Обращались Сходили в университет Там обратились Покаялись Ну а потом Что-то Не завязалось И они Я и до вас Это знал Я и не претендую Ни на что Но он это сказал Знал И как будто Неведомая сила Ему ставит преграду Что он после этого узнал Все ушло А там-то ничего не было И он ушел в мир А отец Геннадий Фаст Не из таких Он как приехал Он минонит Преподаватель Томского университета был И вот он Я говорю Помню У него там написано Все это Как вы на лестнице Стоите Красите У меня нет Свободного времени На физических Я строитель На двух На трех работах работал Мне необходимо было Так делать А я говорит Краски держу А вы мне отвечаете И вот мы пришли домой У нас беседа затянулась Кажется до пяти утра И он Я говорю Всю жизнь мне перевернул Господь в эту ночь И он сразу принял Православие Одна беседа только прошла Ответы на все вопросы Получил На которые он нигде не получал И он это все говорит И он самый плодотворный Сейчас он Доктор Богословия Был магистром Он в Абакане Там храм Константина Елены Вот так Игнатий Тихонович Я хотел у вас спросить Часто говорят Что Святого Игнатий Богоносец Называют его Богоносцем Что якобы Его держал Сам Христос На груди Это правда? Маленький Так это история Говорит Житие Ну он угродили Как написано Брал на руки И говорил Таковыхи Царство Небесное И вот этот Он один Этот ребенок Дальше стал Епископом Антиохии Осталось 6 посланий От него Но потом Его арестовали И прогнали Этапом до Рима И бросили на арену Львам И львы Его растерзали Но это Я не в честь Его назвал У меня Игнатий Ростовский Чудотворец 10 июня По-новому 10 июня У нас Называли Так как Родители Не сами Вы думали На какой день Святцы Какое имя И мы выбрали Тот кто крестил И все на этом Никто не спрашивал Отец у меня Тихон Старший брат Самуил Моложе У меня Отец Яаким Имена Какие Ты в школе Пройди А Якима Найди У меня Братья Это говорит Дядя По матери Макари Филарет Эммануил По отцу Там Наум Амос У нас Деревня Сейчас Иеремия Прок Иеремия А он Только что Школу Заканчивает Другой Брат Его Теренти Вот дети Какие Анфим Называют По календарю Это 750 Имен Я просто Исследовал Это А в действии Примерно 33 имени Всего Скукота Когда люди Самовластно Что-то делают Какую красоту Потеряли Я говорю Смотрите В правительстве Сталина был Климент Ефремович Ворошилов Ни Климента Ни Ефрема Нигде нету Даже Даже выдумывать Ничего Не надо На глазах Ваня Володя Миша Игорь Это еще Встретишь Ну Имена Еще и другие Есть И они Не просто имена Они имена Святых Игорь Игорь Залетели Русско 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 Языч Населения Скажите Возможно ли у вас Игнатий Тихонович Заказать Литературу А я вам Скину сейчас Данные И как это сделать Здесь В скайпе Внизу Скину То есть Возможно Будет заказать Ваши книги Но вы помните Что пересылка В другую страну Я в Молдавию Давно не отсылал Сейчас не знаю Цены-то тут какие А вот Ну В Австралию Отправили Вот на днях Только в Израиль Отправили Там в Испанию В Италию Книги То у меня Небольшим тиражом То И нигде Этого нет Безобразия Как в Украине Везде Дошло Получили Расписался Все А эти Книги Получили И не отдают 75 долларов Дайте Когда страна Бедная Как это взять И теперь А заказал Он сам в Америке А жена у него Тут он скоро вернется Ну и сразу На Украину Нигде такого Безобразия нету Прям Рвут Греха не боятся Я заплатил Здесь такие Деньги за них Но он Зарассчитался Хозяин А хозяйка Говорит Я не могу Выкупить А как Выкупать Когда я Оплатил Они только Привезти И отдать Должны Нигде Такого Нету Ни в одной Стране Но в Молдавии Я сообщаю А человек Решает Сам Но в начале Там написано Вы сначала Ознакомьтесь С книгами В интернете Это ли вы Ищете Что книги Эти не имеют Аналога Мировой литературе Тут толковать Не надо Это всем понятно Вот Новый Завет Он по восьми Параметрам Лучше самого Лучшего издания Видели В библиотеке Даже у Путина Стоят Это Бог сделал У меня нет Образования Ничего Я просто молюсь Пост И Бог делает Как ему надо Бог Человеку Это нельзя создать Это невозможно Можно узнать Игнатий Тихонович Почему вы Выбрали Именно Феофилакта Болгарского Натолкования А потому что Это лучший Толкователь За две тысячи лет Он взял Из всех Святых отцов Отдавая Главное предпочтение Святому Яну Златоусту Он толкует До откровения А откровения Это Андрей Кесарик Кападокийского И вот Отец Геннадий Фаст Как раз Обработал Всех Отцов Расширил его И 430 Страниц Получилось Я включил В третий том И мы раскрасили Лучшего иллюстратора Библии Это 230 Картин Гюстава Доре Это все В этом Находится В трехтомнике И 297 Моих комментариев На толкование Что необходимо Идти и проповедовать Необходимо Любить Библию Вот эти два Вопроса Освещаю Понятно Хотя Их вычерстен Просто отдельно Кажется Четырьмя шрифтами Показано Все это Ну то есть Лучше нашего Не издать Никому Только больше Размером Книжу Крупнее букв Может быть Это не издать Вот допустим Библии 77 книг Баптисты признают 66 Канонические И на это Есть симфонии Поисковики А на них Канонические Где есть Сколько возможно Для революционной Я их все имел Они не профессиональные Они глагол Идут Существительность Склоняют Попробуй Найди Мне пришли Все эти слова Допустим Шел Идет Пришел Это в одно слово Все вместить Одним глаголом Провести Человек Я помню То ли пришел То ли что Она сразу Тебя выведет Работал Целый коллектив Помогали мне Уже на Аппаратуре И тоже симфония На них Канонические Скажите У вас есть Труды Иоанна Златоустова Это я Начитал Начитали вы На сайте И сейчас И выставляю Они на сайте Стоят Теперь нашелся В Америке Человек Я даже Его не знаю Кто он И он тогда Решил Отдельно Проповеди Все выделить Из каждого тома Их теперь Можно файлами И теперь Я их Переставляю Каждый день По одному По одному Библию Мною насчитана По одному файлу И архипелаг ГУЛАГ Вот это три И события дня То есть у меня Четыре ролика Заняты На каждый день Я выставляю По десять роликов То есть вы положительно Относитесь к творчеству Александра Исаевича Солженицына Да? В высшей степени В высшей степени В высшей степени Тут и сказать нужно Журнал Новый мир Опубликовал Тридцатилетие Нынче отмечали Первые главы И только сказали об этом Сразу опровержение В центральной газете Это неправда Ровно за десять лет За десять лет Проповедник из Барнаула Называет Игнатий Лапкин Всю страну наполнил Архипелагом ГУЛАГ Я начитал его Его легко едешь На диске слушай Меня арестовали Это в обвинении У меня стояло Может быть Тысяча экземпляров Это одиннадцать Катушки были По триста семьдесят пять метров Каждая катушка Восемь часов Двадцать минут Вы дважды сидели За Слово Божье Слово Божье Но мне приписывали Еще и одно стихотворение Они У меня много стихов Написано У меня Не вышли книги Четыре книги По восемьсот страниц Полностью Каждое стихотворение У меня по девять купли Это тридцать шесть строчек И напротив Еще каждой строчке Я указываю Место Библии Откуда взята эта мысль Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений Да Они выставлены в интернете Книги готовые уже Все В пейджмейкере Но Там миллионы Сегодня Не подступись Я их издать не могу Но они готовые Стоят Я сказал Кто желает Берите и издавайте Все По страницам Все абсолютно сказано Вы были знакомы С отцом Александра Менем Да Ну вот у меня в двадцатом томе Наши беседы Опубликованы Я отвечаю в книгах На четыре тысячи Сто двадцать четыре Вопроса Которые мне в университетах Школах Там техникум Их задавали по радио И ответы Всегда по червем параметрам Что об этом говорит Библия Не я Что говорят святые отцы А это триста томов Палеантов Надо крутить Что говорят Жития святых Тысяча сто семьдесят три Биографии Ну и что говорят каноны Семьсот тринадцать правил Семьсот девятнадцать Вот это надо знать Вот если я Двадцать шестой том Издал Поэзия Русская поэзия За триста лет От трехсот поэтов Кто что сказал По определенной теме Студенты Сидят Я говорю Я буду отвечать Поэтами Ну и каждому поэту Ставлю эпиграфы Из Библии То есть Эти книги Даже уникальными Нельзя назвать Они единственные Если кто-то узнает Там какие-то там Литераторы Они наверное Эту книгу Открыто берут Пять там раз Заплатят больше Но книгу утащат Их нет таких Там портреты всех этих Без Евгения Тушенко Мне бы никогда не издать Но я должен узнать Каждое стихотворение Двадцать тысяч файлов Вертеть Это одна книга Понятно Игнатий Тихонович Хотелось еще спросить Ваше отношение К Туринской плащанице Считаете ли вы Ее истиной Я не считаю Не видал И не знаю Мне она ничего не дает Сегодня уже доказано Несколько раз Что она Действительно Принадлежит Человеку убитому Но не доказано Кем И кто Вот это Никто и не пытается Но что там Был завернут человек И это отпечатки крови Это уже доказали Не больше Что полотно Это было В Палестине Потому что там Нашли от пыльцы Растения Которые Растут только В Палестине Другое нельзя доказать Мне она Ничего не даст Иоанн Златоуст говорит Я чудес не ищу Я без чудес верю Это иудеи требуют чудес А елины ищут мудрости А мы проповедуем Христа распятого От чудес Никто не обращается От проповеди Вера от слышания От слышания от Слова Божия Рильманом 10.17 То есть Вы как бы Я понимаю вас Ваша точка зрения Мне понятна Ну я говорю Что я не знаю И вот Привозили здесь Там Покров Потому что Божья Матерь Я не верю в это Я туда и не пошел Мощи такого Я не верю в это Откуда С чего Младенцев Вифлеемских Да кто хранил то их Прикосновение к мертвым Оскверняет человека Их сразу похоронили Там эти Кого убили И все О том мощи Они сегодня Вифлеемских Младенцев Ну то есть Врут Врут и не боятся Бога Игнатий Тихонович Ну хотя говорят Что Говорили Я слышал Вашу точку зрения По поводу Мощей В Антиминсе Что должны находиться Мощи Вшиты в Антиминс Скажите Это каноническое Правило Или нет Ну В канонах Этого нет Там другое Есть Седьмой Вселенский Собор Там седьмое Правило Чтобы храмы Строились И там были Мощи Мученика Значит Два условия Что не часть мощей А целиком Его казнили В Анифате Его привезли И там похоронили Но этого-то нету Сегодня щиплют Там Игнатия Брянчанинова От кого только не тащат Ну то есть Нанотехнология Как Андрей Кураев И когда он обо мне говорит Игнатий ничего не придумывает Он поднял Пласты Нами забытых Они же Обманывают Скрывают Что Святые Не один Повторяю Не один Не говорил Что меня можно резать А заповедовали Не троньте Не прикасайтесь Ну вас Давайте Простой человек И мирянин Патриарх И мирянин Разница большая Хотя мирянин Это неправильное основание Мирской человек Это безбожный И вот он Знаком С Симеоном Столбником 1 сентября Его житие Ему охота Чтобы его Любимец Этот Симеон Благословлял Его Патриарх И он Его рукополагает Не прикасаясь К нему Ты слышишь Симеон Ты уже Священник Прочитал молитву Патриарх Ну и Чтобы он оттуда Его мог благословить И когда он умер Патриарх Несколько волосинок Из бороды Решил на память И рука Сразу Отсохла Чего они Молчат Это в житиях Дмитрий Ростовского Написано Волосинки Стоили руки А сегодня руки Ноги пилят И ничего не стоит Почему? Бог покинул? Вот Андрей Кураев Это увидел Что я ничего Не придумаю Он говорит Игнатий поднял Целые пласты Нами забытые Вот Антоний И другие Иларион Великий Они уходили От монахов И никто не знает Где могилы Они прятались Заповедовали Но знали Что монахи Что-то будут делать Это не один Не два Вот в житиях У меня как раз Тема мощей Полностью отработана Это кощунство И я всем советую Все мощи захоронить Почему? Это повеление Божие Прах ты В прах возвратишься Это нарушена воля Божия Прах ты И не в мощи Тебя будут Не в кресты Заморачивать А в прах То есть в землю Почему? Автаназия И кремирование Запрещенных Православия Прах ты Из праха Из пыли тонкой И ты должен Возвратиться туда Больше никуда И поэтому Надо все Изъять мощи Я об этом Но я признаю У нас Плат есть Идет литургия Я ничего не трогаю Но у меня У меня есть мнение Я говорю Нарушено Повеление Божие Поэтому Изъять все мощи И с великими Почестями С патриархом Там С хорами Какими Что там нужно сделать И захоронить Выполнить волю Божию И Больше этого не делать А если надо Чтобы мощи были Значит Святые мощи Не тронутые И Их похоронить Как канон говорит Не надо Брать на себя То что Бог Не разрешает Ни один святой Не разрешал Отрезать мощи Притом умирал И наказывал Смотрите Не трожьте От моих мощей Чего-нибудь Умоляли А вот нашли Она подвязается Матрона Руку отрезали Везли Корабль на одном месте Стоит Не может сдвинуться Вернулись Руку приложили Корабль сдвинулся И пошел Это житие святых Игнатий Тихонович Скажите Ваши отношения К так называемым Апокрифическим Евангелием Апокрифическим? Да К апокрифическим А вы видели Фильм Такой Собачье сердце Булгакова Михаила Да Конечно Он говорит Зина В печь Там Полиграф Полиграф Там имя такое Он говорит Зинка В печь Зина В печь И все Выдумка Должна 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 Было около 20 Разных Евангелий Церковь Оставила 4 Профессор Марсенковский Владимир Филимонович Об этом Описывает Это у святых Есть такое Когда все Евангелие Собрали Положили на престол Замкнули Под печать Утром пришли 4 лежат на престоле Остальные валяются Сброшенные Но он говорит Если бы даже Это не так Это предание То наше сознание Все равно бы их Нашло Которое подлинное В одном из Евангелий Евангелия Фомы Говорится Что Ну к примеру сказать Христос И Сеуды Были В одном дворе Жили там И делали из глины Голубей Ну У Христа Они лучше получались А Иуда Тогда гневный Топтал эти А он их подбрасывал Они летели И на наличники Там садились Ну не было этого Почему А написано Вторая глава Евангелия Триана Иисус положил Начало чудес В Кане Галилейской Какие тут голуби Какие Ну явно дело Вопреки идет Положил начало Первое чудо Вино Сегодня надо Другое чудо Сделать Все вино Превратить в воду Да Игнатий Тихонович Хотел у вас Еще спросить Вот в вашей общине Если Человек Постоянно Находится В церкви Соблюдает Ее каноны С какой Частотой Причащаются У вас верующие Четыре раза в год А так Князь Владимир Привез Так и было Всегда Что каждый день Чаще Этого нигде нет Хотя Златоуз говорит Не одобряем Нечастая Нередкая Но готовность Но церковь Православная Принятая Князем Владимиром Она унаследовала То что было От первого века Четыре Четыре поста И в посты Вот сейчас мы готовимся Следующие Через неделю Две недели Батюшка приезжает Думаю Приготовиться Прищаститься Четыре поста Четыре раза Прищищается До этого достаточно Были Златоуз Говорит Люди Которые Прищищались Один раз В два года А Мария Египетская 47 лет Один раз Ну и что? Хотя я слышал Несколько Ваших высказываний По поводу Марии Египетской Смотрел я По Видеотрансляции Вашу точку зрения Что надо Заменить Житье Марии Египетской Марией Магдалиной Конечно В жизни Марии Египетской Ни одного дня Не было По Евангелию Ни одного А та была Апостолом Для апостолов А почему Монахи? Это монахи Все Я обнаружил То что в Библии Единственный Человек Неповторимый Что сделал Ни Соломон Ни Давид Никто этого Не мог сделать Он один И он не канонизирован Ездра У него три книги В Библии Три книги Ездры Он вывел народ Из плена Он отстроил Иерусалим Там храм Он развод Этот сделал Освободил Нацию накипевшего На ней Это один И за ним Никакого греха Как за Давидом За Соломоном Не было И он не канонизирован Почему монахи? А почему? Он составил канон Ветхозаветний Которым мы пользуемся Ветхозаветные книги Собрал Вот что он сделал Ездра А его имени нет Ведь честь его назвать Даже ребенка нельзя Ни одного храма нету Вот переводчик был Очень павский Герасим Петрович Это знания Которых сегодня Ни у кого нету Нету Просто их нету Я вот беседовал С Александром Менем И говорю А мы могли бы переводить Как переводчики Вот Хвольсон А он работает С еврейскими оригиналами Вот энциклопедист был Александр Менем Он даже от меня Вот так отшатнулся Да вы что Нет конечно Нет Он еврей Я ему говорю Что он тут же переводит Но переводить С такой глубиной Как гигзаплоригена Нет сегодня И этого Герасима Петровича Павского Он преподаватель Духовной академии был Воспитатель царских детей И он перевел Там Ветхий завет Однажды Сам перевел его И так узнали Изъяли И его наказали И едва его царь спас Такая ненависть У монахов была К слову Божию Павский А там в пустыне Живет Герасим Герасим Петрович И там Герасим У того Герасима Ну не на чем возить Он за носку вытащил У льва И лев ему помогал Он на нем воду возил А когда он умер Лев ревел Поднялся так на лапу Как об землю Ударился и умер То есть Он одного льва Только приручил И тот самоубийца И он святой Через это Библию пришли Миллионы людей И в церкви Его знать не знают Ну несправедливо это Я это все поднимаю Говорю Притом Опровергнуть никто И не пытается Как опровергать то Он должен прямо сказать Я безбожник То есть он безбожник Я считаю Подтверждаю Что говорят каноны Об этом Жития святых Святые отцы Патрология И что говорит На первом месте Библия На каждый вопрос Четыре параметра Таких ответов Никто не дает Никто Ни Ткачев Ни Осипов Они просто не знают этого Не знают Я то стою без подготовки На кафедре Или по радио Только три программы Вел я Одна онлайн была Часовая И люди задают вопросы Подготавливаться некогда Я должен мгновенно отвечать И у меня Допустим За 10 лет Не было ни одного вопроса На который Не было бы ответа И при том А вопросы эти Никто не опровергает Сегодня Мои книги Там уже В Патчаево Вызывали И дворки Ну давали Подкапываться В Одессе Там монастыре Несколько Епархий Там Тульская Новокузнецкая Кемеровская Там сенсорские отделы Подкопать И ничего не нашли За 14 лет Ни одного слова Мне не прислали Они Понимают Что это правда И суд Божий Будет по Библии Господь говорит Я вас не сужу Слово Которое я говорю Оно будет судить вас 12.48 Евангелие от Луки Я цитирую Он должен стать сказать Я антихрист Проклинаю тебя Такое он может сказать Но тогда ему Не надо быть в церкви Они Ничего не могут сказать Как у старобрядца было Они Ой Сатана Какие знания дает Он и Библию даже знает Ну Библия это Баптистская Ладно Но когда я стал цитировать Святых отцов Они в ужас пришли Так Сатана дает знать И святых отцов А когда коснулся канонов Они чуть в обморок не упали А когда Сатана дает Сатана Они изначально Взяли Другой Рубеж Не кверху А книзу Потому что Это от Сатаны От Сатаны Правила Сатана не может знать Они правила чтят Стоглавый собор А я наизусть цитирую его Какое правило Что оно Значит Как понимать Ну Зачем нам на этот уровень Опускаться Ты стой на берегу Спокойствие Говорит Иоанн Златоус Он гневается Он кричит Обзывается А ты стой спокойно Молись за него Понятно Игнатий Тихонович Хотел у вас еще спросить Вот у пятидесятников Есть так называемые Молитвы на иных языках Как вы относитесь К этому явлению? Как заблуждению Как беснования Почему? Потому что Легко их обнаружить Написано Духи пророческие Повинуются пророкам А он не может остановиться Он начал говорить Его не остановить И дальше Знамения Для неверующих Неверующих Так они говорят Ну вот мы молимся И знамения Кто неверующий Нет Я говорю Кто сойдет с улицы Он не скажет Что вы беснуетесь Это Павел Павел пишет Послание Коринфянам И они все сели тогда Зачем они нужны? Златоуз говорит Мне языки не нужны Чудо не нужно Я верю в Евангелие Вот другое дело Знать языки Языки знать надо Надо По-английски По-немецки Французски Китайски Там Вьетнамски Проповедовать людям Если ты местьянин А если сидишь дома Тебе зачем это знать? Игнатий Тихонович Великий пост Читается Покаянный канон Андрея Критского Скажите Он у вас читается На русском языке? На русском На русском И мы его Просто зарядите На нашем сайте Канон Андрея Критского Я могу даже показать это И Это не просто Считается по-русски А на русском языке Переведенный Одобренный Господь положил мне на сердце Этот канон Просчитать В три ступени Любая молитва Она предполагает Первое Просительное Дай Помоги Спаси Так молится Мусульманин Так молится Кто может К Богу Обращаться И вот Он составлен На дай Помилуй меня Боже Помилуй меня Припевка Я говорю Вторая часть Это благодарение Благодарю тебя Господи Эти же события 205 Там 200 Сколько За то же самое Благодарю Ничего не меняю Только там Несколько слов И третья Высшая ступень Слава тебе Боже Слава тебе Словословие То есть этот канон Мы считаем На три ступени Ну разбиваем На четыре дня Или как Поэтому если За раз считается Когда там На пятой неделе Поста будет считаться Тогда На три части Разбивается канон Первое Благодарение Покаянное Второе Просительное Второе Благодарение Третье Словословие Это у нас все Выставлено в интернете Это вообще чудо И почему Вот это уже 1100 лет И никто К этому не приступил Я не знаю Я не могу ответить 1100 лет И никто не догадался А мне на молитве Это открыто Другое Блажен Афифилак Ни один Человек За 900 лет Ни один Нигде не дал комментарий Чтобы выделить это Мне Бог положил Я вот Наш трехтомник Там выделено Крупным Жирным шрифтом Слова Я их повторяю Дальше в комментариях А комментарии Другим шрифтом Как это сделать Ну Если там он сказал А я тогда Беру Что сказал здесь Ефрем Сирин По этому вопросу Что сказал Григорий Богослов То есть Расширяю Это очень Очень непростой Труд был Но Бог дал Бог Благодать Божия Это не мое У меня для этого Ничего нету Я вот сейчас Свои стихи иногда Рассылаю там Своим Ну друзьям в интернете Я смотрю на них Как будто первый раз вижу Там настолько выше Моего уровня Разбития Что я сам Вникаю И смотрю Там иногда бывает С тройным перекладом Экстраполяция во времени Перенести на сегодняшний день А потом Разворот делается Лично к тебе Который считает С таким подтекстом Это невозможно Просто А спрашивают Вот вы назвали Стихи 3467 Это много или мало Это все стихи Пушкина Некрасова Лермонта Блока Так это больше Это за 9 лет написано Это Бог сделал Это я их стихами Не называю Я просто говорю Это проповеди В стихах Проповеди Вот Ах но мы разговариваем У меня на стихотворении Двое встретились Сейчас Стихотворение Я разговариваю с евреем Стихотворение С ребенком Там где-то Играет Ну что бы ты ни взял Зеркало Посмотрелся У меня зеркали есть Отдельно О бороде Отдельно О глазах То есть Я пишу только то Что нигде не встречается В литературе И поэтому Раз Вот мы строим Деревню православную Такой деревни нету Не пить Не курить Не материться Не воровать Не лгать И быть православной Молиться Соблюдать Все Но нет такой Мы в одном числе И нам не с чем сравнивать Конкурентов нету Как говорит Первый парень на деревне А в деревне дом один Я знаю Вы заново Фактически построили Потеряевку Да Через 20 лет Когда там были воробьи и мыши Ничего нету Заново И вот Первым делом храм А сейчас приезжают люди И просто удивятся Как в настоящее время При этом раздрае Такая инфляция была 91 год С 91 по 97 год В 10 тысяч 70 раз Инфляция была Но я судился У меня что изъято было 11 лет шел суд Я его выиграл Вот сейчас сижу Это выигранный дом У меня два дома На этой территории В одном мы молимся Вы являетесь чтецом Крестовоздвиженской общины? Да, чтец и староста И кроме того Попечитель Это очень редкая должность Я должен знать всех У кого что-то не хватает И вовремя поспешить на помощь Вот сегодня мы вернулись За больными Ухаживает одна И поступила жалоба А она ухаживает Которая Она профессиональный врач Не просто врач А с красными дипломами У ней все есть И двое больных Две Валентины И говорят Она никого не пускает туда Я попросил меня отвезти Мы сели несколько человек И ролик будет стоять Через неделю Мы все записали Как примирить враждующих Как? Вот это школа Будет ролик стоять? Я уже могу даже сказать Как он будет называться? Вы найдете там Это у нас что? Ну да, оно так отдельно Ролик и будет называться Сейчас минутку Сейчас я только гляну О, что такое? Как примирить Скорбящую И болящую И строгую няню Заголок такой Как примирить? И мы раз Когда расходились Там Которая сестра была Она сидела и плакала Я, говорит, никак Не могла помнить Как будто бы я с ней разговаривал И ее Ставил на место Она никакого отношения К разговору не имеет Она не удержалась Она плакала И плакала сидела И все И те хорошие Которые болеют И это хорошее Как примирить? Молиться надо Бог укажет Какие слова вложит И вот это все будет У нас все записано Понятно Скажите Епископ Сергий Вот Барнаульский Он часто Приезжает к вам? Он митрополит 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 Два раза в году Два раза в году День деревни И на престольный праздник 16 сентября И после 14 мая День деревни Нынче он на престольный Не приехал Священников послал У них было собрание Однокурсников Или как он там В Белоруссии Он туда улетел Его не было здесь Нам Бог дал Я сегодня о нем говорил До этого отношения Были неважные Тут был епископ Его срняли И его убрали Он находится Липецкий Но Однако и он В последние дни Приехал у нас Совершал службу И благословлял А почему? Патриарх Потому что мы Из зарубежной церкви Единственные остались Две общины Мы признали Благодатность Московской патриархии И приезжает Там С семинаристами С певцами У нас И просто надо видеть Как служба идет У него улыбка С лица не сходит Мы его любим И он нас Скажите А как вы относитесь К единоверцам? Единоверческое? Да Ну такое знаете Уже слабое осталось Где-то Вот я считаю Самое правильное В этом вопросе Около храма Христа Спасителя Через канал Метров 200 От храма Христа Спасителя В Москве Есть храм Никола На Берсеневке И там Игумен Кирилл Сахаров Он член Союза писателей Кирилл Сахаров Он крестит Полное погружение Моченых И службу Все ведет По старобрядчески А находится В Московской патриархии Там и патриарх служит И Ларион Он при нем С Алфеевым Вот это Самый правильный путь Признают патриарха Все Но службу ведут Как князь Владимир принял Я не за то Что службу Но именно он Ему это как раз У вас крещение идет Полным погружением Остальное мы не признаем Просто человек был обманут Воина Яценевский Лука Он не признавал Афонские монахи Это вот Мочение сегодня Это все Латинянцы Латини Нанесли Католики А они Про католичные Приезжают сюда И портят все Правила 50 Говорит Если он крестит Не в полное погружение Должен быть извергнут А он Безобразничает И Если с полным погружением То на 300 рублей Дороже Платят Ну Куда же это годится Конечно Мы ничего не требуем Мы просто говорим Эта книга нужна Нужна Зачем же вы ее топчете Нарушаете Вот здесь вот Которые написали книги Это примерно 1500 епископов Ни один Ни два Из них Многие канонизированы А ты-то кто? Ты один? И ради чего? А мне говорят Если так включить Как выдох То никого не будет У нас правило одно Есть такое Страшное правило просто Никого к себе Не приглашать Так тогда Не знаем как Мы взяли это Не приглашать А кто-то узнает Запросится Один раз разрешим Понравилось Будет ходить Не звать Не затягивать Не вербовать Вот попробуй так А мы это приняли А спрашивают А почему? Чтобы он не был обманут Он о нас слышал Придет А увидит карикатуру какую-нибудь А когда он сам придет Да посмотрит Да будет проситься Да заявление напишет Вот тогда и все Встанет У нас ни торговли нету Ни с тарелкой не ходят Все заменяют Святая Десятина Все То есть только Десятина у вас? Да, все Десятина, все И поэтому У нас и уголь, и дрова Батюшка отделяет А в общем Это маленькая совсем Пенсионеры одни Таких, которые молодые Это там по пальцам пересчитать И у нас на все хватает В Белоруссии храм сгорел Там у отца Петра От отца Акима Знакомый-то Мигом собрали деньги Деньги всегда шестизначная цифра Народ очень жертвенный Библейское общество переводит Библию Они к нам приехали Здесь Айроты В Горном Алтае-то Два раза приходили И каждый раз такая сумма собирается Народ жертвенный Игнатий Тихонович, а скажите Вот бытует такое мнение Что в старообрядческой семье Если приходит новообрядец То ему не дают есть с посуды Это правда? Не дают чего? Есть с их посуды Пользоваться их посудой Так, ну-ка, подождите Что-то до меня не доходит Еще он говорил Болодя Ну, выбери заклепки То подойди Заткнули уши заклепками Повторите, сейчас он переведет меня Говорят, что если в старообрядческую семью Зайдет новообрядец То ему не дают право Пользоваться посудой То есть еду нельзя употреблять с их посудой Поняли, да? Какую еду? Есть с X Я понял, перешел дальше Но у тебя слова не пойму никак Что ему не дают пользоваться посудой этой Торрабляться с ним Посудой? Посудой Посудой Ну да Это правильно Потому что они жили где-то в тайге Ни врачей, ничего нету И один сифилитик заразил Вся деревня вымирает Это оправдано было А сегодня-то они держатся этого Все держатся Ну просто по традиции У нас-то ничего нету этого Но у дедушки нашего это было Мы приходили, когда учились Где-то в другой деревне В школе Приходили Он нас отдельно кормил То есть за столом Но другая чашка пестренькая была Понятно Благодарю за изъяснительный ответ Да У нас тоже, Игнатий Тихонович Есть целый ряд сел Которые основаны старобрядцами И покровка у нас есть И Добружа И Кунича Калугеры или как называете? Что вы говорите, простите? Калугеры или как вас зовут их? Да, Калугеры Калугер это по-румынски означает монах Калугер Калугер это монах Ну так называют в разных местах За 300 лет ни одного миссионера не было Библию не перевели А эту нельзя брать Потому что они коняне ее перепортили Вот простой ответ Они хорошие работники Все на благовестники никакие Нулевые Мало того еще и против Я их звал Там у нас есть старобрядческие Беспоповские Если у них есть священство Это все нормальная церковь А бессвященство это раскольники У них если нет священника Нет литургии Нет причастия Это не церковь То есть вы не признаете беспоповцев? Нет, конечно Мы сами из беспоповцев Это моя родина Я там родился Беспоповцев нет церкви Нет церкви без священства Вы сами из киржатской семьи, да? Да Мы из киржатской семьи Нас так и звали Обзывали киржаки И нам обидно было Ребятишки Ясно Игнатий Тихонович Вы в начале 60-х Уверовали в Бога? 62-й год 27 сентября В 17.00 Город Ленспас Розенберга 18.4 Латвия Я там на корабле стоял Я сошел на берег И стал искать верующих И Бог меня поймал На том, что я сильно любил бабушек Вот она идет И несет с базара что-то А мне 23 года Я бабушка давай понесу А дорогой разговорились И она показала Вот здесь собирается Кто, я не знаю Говорит, ну верующие А там баптисты, латыши Я зашел, когда у них Выходите Он говорит А вы кто будете Я ему отвечаю по-латышски Я латышский Бог дал мне это знать Я говорю Наш корабль стоит здесь Я говорю Ну я не понимаю Как не понимаете Вот что говорит А там новые слова Блаженные Ну я не слыхал Таких слов-то Это Евангелие Он говорит А вот тут через дверь Там русское Я и у русских не понимаю И один пригласил меня Михаил Иеремеев Это было один раз Дали мне Евангелие Они в другой комнате Там обедать А я не сел И пока не зашли Я уже готовый Все Я тут же покаялся Это то, что я искал Меня не уговаривать Не надо было Моя душа трепетала От каждого слова Божественного А тут все Я хотел выписывать Гляжу тут подряд Все Я говорю Какая книжка хорошая Они говорят Не книжка Это книга Книг Они стали на колени Там 50-ники Там молиться по-своему А я с поклонами пошел Достойно есть Считать Богородицу Они говорят А они ветер-то услышали от меня У них В дуновение ветра Как 50 Если Дух Святой сошел-то Они глаза открыли А я поклонами Поклонами Но вы были уже крещены Да У нас детство Крещение Это действительно А потом Мы присоединились К старообрядцам Белокринитской иерархии То есть Уже были со священством А ничего не знал Ничего И вот мы находимся В церкви Имеется и епископ И священство И мы не отрицали никогда Благодати московской Патриархии Вот На Украине Там Дороздов Дороздов Говорят А Денисенко Филарет И оттуда звонили Вот мы ходим Ну как там Сейчас он подал заявление Там чтобы признать Уже заседание Он послание дал Патриарху Чтобы просили Быть мирными Ну и вот Меня спрашивают Вот как ходить Не ходить к ним Я не могу сказать Но Прищищаться к нему Я бы не пришел Я так отвечаю о себе А вот он Безблагодатный Безблагодати Не знаю Я боюсь этих слов Я боюсь Но Прищищаться к нему Я бы не пошел Я бы за тысячу верст Нашел Московскую патриархию И там Прищастился Хотя мы К ней не принадлежим Мы от Русской Православной Зарубежной церкви Вы зарубежная церковь Да Да Мы в ней Общину создали Когда были Я был в Америке Метрополит Виталий У меня от него Грамота Дарственная книга С его подписью В Поксимиле Ну вот так А метрополит Лавр Тоже к ним относился? Да конечно Это после метрополита Виталия Лавр Угу И вот Он мне подарил Ковер Огромный Огромный Это мы столько ездили По Америке Метались там Которого я жил Орлов Он сейчас Метрополитом стал Никита Заметьте Никита Феоктистович Где Феоктиста найдешь? А жена у него Леонида Леонида Да именно Именно очень редкие Да Очень редкие Ну и вот Вот далее Мы собрались Это все везли И ничего не дошло Все разграбили В Ленинграде Ничего не дошло Ничего А книги Интересные И иконы Все дошли Целые Это Бог так сделал Я сам переплетчик Реставраторы Там У них Библия В типографии Еще не были готовы Я все их взял Жития святых И тут все переплел Они как Государственные Как сказать Такие Настоящие книги Я переплетчик Поэтому И материал есть И все И переплел То есть вам это близко Все Я переплетчик Я просто Много переплетал Около трех тысяч томов Переплел только Да Это внушительная цифра Я реставратор Книг Ну просто любил И поэтому Книги Редкие Старинные Проходили через мои руки И поэтому У меня Очень и очень Большой архив Архив Только 750 килограмм Примерно И написано Для будущих поколений Это Советская печать Какая была Кроме того Я Вот называется Письма Это эпистолярное наследие У меня Изъяли ужасно много И после этого У меня снова накопилось 77 томов По 650 страниц Писем Я так много Писем писал Вот о неправильном Крещении Всем архиереям И иногда Там на 10 страницах Письмо И все переплетенное Под номерами Оглавление Как настоящие книги Понятно Скажите Игнатий Тихонович Можно будет В Молдову Заказать Вашу Книгу Ваше Эпистолярное наследие Нет Эпистолярное никак Это письма Они Просто отдельно Там хранятся Где там То в музее То где Тут был пожар А книги Которые Мы развозили Это можно Я вам скину Сейчас Сразу Закончим Я вам туда скину А вы тогда Я скину Когда В какие дни Можем будет Узнать Я здесь или нет Я вас не ограничиваю Ну хотя бы так Не раньше Чем через неделю У меня очень жесткий График Просто так Раз Звоните Нет В определенное время Если вы Напишите Я скажу Заходи Заходить сразу надо Если пять минут Нет вас Меня уже Может дома не быть У меня Очень жесткий График Вот Сегодня ночью Я встал Двадцать минут Первого Первого ночи И все Я уже не ложусь А в четыре сорок Мы все встаем Я должен разобрать Почту в интернете Ответите Много нынче людей По интернету Пришло у нас Разные люди Из разных стран Люди получили ответ Книги выписали Моего там Ничего нет Это все Бог делает Скажите А в каких отношениях Вы с митрополитом Корнилием Вот Митрополит Корнилия Это белокринистская иерархия Значит Из чего у нас началось Сейчас Что-то было такое Он спрашивал От Кирилла Сахарова И получилось Что Я послал ему Книги И он ответил Сразу В этих книгах Я нашел Много Много Нового Интересного Полезного А у него вышла книга Сто проповедей Корнилия Ну и Он попросил Дать Ресцензию На это А кто я такой-то Ну раз просит Я ему и дал Какие я заметил Как бы погрешности Или как назвать И он все принял Говорит А следующая Если книга будет Я обязательно Это учту Вот какие отношения И он мне благодарность Прислал И прочее Хотел приехать В Барнауле Был Но не приехал Были дожди А к нам проехать Очень непросто И он не приехал Так что сегодня Я не знаю Но У нас старобрядцы Жут Моя сестра Там у них Старобрядцы И они ходили в храм А тут местный поп Зажал их И будете ходить Значит Отлучим от Причастия Причастия попы играют Я ему написал Вы разрешите им приходить Они пусть старобрядцы И будут Но не дома же сидеть Когда мы молимся Он говорит Этого разрешить не можем Потому что Вы говорите Равноспаситель на Двуперсии Равноспаситель на Троеперсии А мы так не понимаем Вот мне как он ответил А у нас Равноспаситель Мы никого не принуждаем Молишься Ты Троеперсия Как Серапим Царовский Или как Сергий Радонежский Мы представляем тебя Суду Божию Ты сам Определись Мы даже живем Вот в одном комнате И я двуперсно Как научен Они Троеперсно А из одной чаши Причидаемся У нас полная свобода Вот человек хочет Пойти к баптистам К адвентистам К мусульманам Где хочет Туда может пойти Но не один А с кем-то Сказать чтобы молились Для благовестия И поэтому Ярл Пести Вот такой есть Проповедник У зарубежной Он сейчас умер И мы его проповеди Слушаем Считаем Журналы Собираемся Когда баптистские песни Поем хорошие Мы хорошие Берем отовсюду Но я вижу И к вам баптисты Приезжают Да приезжают Приезжают они И вот я пошел Спросил Кто как воспринимает Как они обидели Что я спрашивал На меня На меня Столько рога не вылили Баптисты Святые Игнатий Тихонович Но двухперстные Двухперстные Сложения Были Каноничным Считается Да Не так И оно Не более Не менее Тут надо знать Что это был вызов Тогдашнему Что было Еретического Первые христиане Молились Одним перстом Ян Затауз Говорят Ну какое Не надо догадываться Понятно какое Совершали крестное Знамение Одним перстом Ян Затауз Давно ли было Так вот А мы там В 9 веке Приняли Дальше возникает Ересь арианства Арии Стал говорить Никакой троицы нету Христос Это первое творение Тогда вызов был сделан Вот Эмилетий Епископ Этого Учитель Как сказать Наставник Яна Затауз Епископ Когда он на соборе Показал Как он показывал Не знаю Но когда сделал Тройперст Молния свертнула В зале И поэтому люди Как имея Свидетельство Божественной силы Приняли это Но возникает Новая ересь Там Евтихия Местерианство Что во Христе Одна воля Он только Бог А другие говорят Нет он только человек А мы то признаем Бога человек И тогда церковь Показала так Это более поздний период А когда Князь Владимир Принимал Они приняли Именно это Они в равной степени Имеют Себе Некий элемент Ереси И то и другое Хотя я всю жизнь Так молюсь Не ересь Почему Троица Это троица На кресте Не была А был Христос Бога человек Умирал как человек Божество Бесстрастное Говорит Иоанн Златоуст Он не может Не страдать Не гневаться Это Это человеческие Качества А мы изображаем Ты сшедшиеся С неба И опресноков Там ни окон Ничего не было И что бы там Девчонка делала В куклы играла Зачем Тем более Женщина А девочка Это женщина Женский пол Это не знает Что Антоний Блюм Сурожский Антоний И говорит Это все выдумка А я без Антония Андрей Кураев Говорит Игнатий Говорит Особый пиетет То есть Любовь Возвышенная Чувствия К Библии Он называет Это баптизму Потому что Библия А то что Мы за каноны Чтобы соблюдали И старобрящество Такая гремущая Смесь Андрей Кураев Если я люблю Каноны Чтобы служба Сла правильно Это старобрящество А я люблю Библию А это баптизм Он мне пояснил А люди то Бросили с меня Давай рвать Баптизм Старобрядество Это не баптист Не старобрядец Но по полной форме Да я баптист Почему Баптист означает Креститель Но не я батюшка Он крестит Он баптист Баптист По-гречески Ян креститель И по-английски Жон Не баптист Тут и толковать Не надо Да Баптизм Скажите Вы Проповеди На каждую службу Читаете Что считаем Проповеди Проповеди Произносите На каждую службу Нет Нет Я отошел от этого До этого я произносил На каждой службе Утром В воскресенье Две и вечером Субботу Две проповеди Если праздник Посреди недели Я еще утром И вечером То есть у меня Тысячи проповедей Каждая проповедь Примерно 25 минут Но вот Наступил день Я сказал Все больше не проповедую Но если вы не будете Считать две проповеди Златоуста Сейчас считают Они уходы То я сразу выйду На проповедь Меня никто не запрещал Я рукоположен При епископе Говорю проповеди Вот митрополит Приехал И он говорит Скажите проповедь Он меня просит Ну вы найдите Где митрополит Что просил Какого-то щаса Это как Низшая ступенька Этого нет Никогда Это вообще не было А он знает Что Здесь будет что-то Он молится А Господь Мне полагает На сердце Что сказать А не другой раз Откуда вы узнали Что так Я ничего не знаю Повторяю Я ничего не знаю А как вы знали Вот мои Какие книги Там Эти диски Слушать Две с половиной тысячи часов Вот пишут Мы только говорили об этом Как же там понять Только включили С середины проповеди Вы прямо Следующее слово Говорите об этом Как это может быть Притом это постоянно С разных сторон говорят Я не знаю Ролик не знаю Каком Сразу попадаем На тот Который надо Не выбирали ничего Ткнули И он на первом месте Я Я тоже не знаю Я верю Что в благодатную силу Христа Где немощь Там сила Божия А раз я осознаюсь У меня нету Ни образования Ничего Значит Мою душу Я говорю Никто не корежил Никакой Осипов А как Кого ваше отношение К творчеству Алексея Ильича Осипова Отрицательное Его монахи Там книги жгли Он сидит И выдумывает Святых отцов Перетолковывает В 80 лет с лишним Бритый в галстуке Он может быть Масон в последней степени Когда к семинарии Приблизиться Нельзя близко было А он был профессор А это что-то стоит Тут брат Темная лошадка Вот он где говорит В каждой проповеди Можно найти На слово Божие Не опирается Это Дальше И теперь У него В аду никто не будет Он не верит в это И доказывает В аду нет Написано Вечное мучение Мучается Богач В аду Считай 16 главу Евангелия от Луки Он не верит Он Может быть Атеист Так значит Будут вечные мучения Игнатий Тихонович Библия так говорит 25 глава 46 стих Евангелия от Матфея Праздник пойдут В жизнь вечную А грешники В муку вечную Одно предложение Считаем Когда откровение Там написано Об этом И день и ночь Во веки веков А говорит Червь не умирает Огонь не угасает Вы же слышали это 23 главу Матфея читаете А для кого огонь Для кого червь Если никого там нету Что оно означает Но так написано А как же это Как же это сообразуется С любящим Богом А нам не надо сообразовать Надо верить Потому что мы о Боге Ничего не знаем Кроме написанного в Библии Иоанн Златоуз говорит На эти слова А кто погубил мир первый Там младенцы Дети были Птицы Все погибли Это имя ему Любовь Города Содом и Гамор И окрестные Пять городов Сгорели все Дети Малые Старые Но не все же были Содомиты Кто сделал это Бог А как же с любовью А ты о любви Ничего не знаешь Ничего Кроме написанного В Библии Вот мы так и должны Рассуждать Игнатий Тихонович Скажите На тайной вечере Апостол Иуда Причастился Считает Что да Так считают Значит все таки Он принял Причастие Считается Что да Скажите А как вы Относитесь Вот У некоторых Протестантских Деноминаций В Великий Четверг Идет омовение ног Как вы К этому Относитесь Я вам сказал Это Понимаете Это скрытое Все Положено Я это сделаю Для вида А потом Фигу покажу Игнатий Тихонович Громадное вам Спасибо за Интересную беседу Вот Давно хотел Пообщаться С вами А как вы Нашли нас Я нашел Вас По форуму По форуму Я Часто Смотрел Смотрел Видео Съемки Ваши Вот Потом Также Я вас Нашел Слово Истины По-моему Называется Есть И есть Вот И Мне попалась Еще В электронной Форме Ваша книга К истине Православия Да Я 40 лет Материалы Собирал Вот И я ее Тоже Прочитал Сделал Коешь Какие Выводы Для себя Вот И Поэтому Уже Все чаще И чаще Все Вернее Все больше И больше Узнавал Уже О вас Видите Андрей Кураев Говорит И Игнатий Все равно Кто перед ним Собор Не собор Патриарх Он говорит Как есть Не смотрите На кого А я смотрю Что скажет Епископ Что мне будет За это А теперь Когда его Оттуда вытурили Он более свободно Стал говорить Он же Сейчас уже Не преподает В духовной Академии Ну да нет Но я его Приглашал Чтобы приехал У меня Да забыл У меня второй этаж Как сказать Кровать А я говорю Вот на этих нарах Будешь спать Нарых Говорит Сухарей у меня Хватает И мне спрашивают А вы бы взяли Его в поездку Ничего себе Полтора центра Возил бы я Зачем это мне нужно Он пусть Приезжает у меня Сделается потоньше Килограмм на 70 И тогда поехал бы У вас же люди живут Только натуральным Хозяйством Как живут В Потеряевке Вы живете Только натуральным Хозяйством Вот как-то Маленько Что-то у меня Не согласовывается В Потеряевке В натуральном Хозяйстве Натуральное Слово натуральное Я не понял Ну да У нас есть там Фермер У него немного Там Гектар 300 Вот Ну все держат скотину Одни коров Много держат Староста У него было 36 крупного Рогатого скота У другого 100 свиней У батюшки Там около Сотни овещек А кто-то там 450 куриц держит То есть Полная свобода Стройся Земля плодородная Вода близко Чистая Чего не жить-то Можно узнать Сколько всего Людей проживает Сейчас в поселке Сколько Людей Ну я не знаю С младенцами Это может быть 30 с чем-то Ага И в церковь Приходят только В вашем поселке Или с соседних Тоже Ну так в нашем Вот которые Живут они И в храм Все ходят Угу Все И с соседних Приходят тоже Ну когда Бывает Вот у нас Такое-то торжество И кого батюшка Знает Приглашает Они приезжают Бывает там Главы администрации Вот из Барнаула В соседней деревне Из старой Потеряевки Разъехались Родственники Они приезжают Угу Просто Игнатий Тихонович Очень редко видно Богослужения Я не мог найти На видео Богослужения Вашей общины Полно Ах Полностью Андрея Критского Полностью Литургия По занятиям С детьми Все Подход ко Кресту Как причащается Все есть Вы У нас 8800 роликов Угу То есть Это все Можно найти Ну вот найти А найти Можно Это и в моем мире Можно найти По плейлистам Храм Зарядите храм Слово храм Литургия На нашем видеоканале Зайдите Про Никиту Говорят А где Никита Почему у него нету Я вчера Приготовил людей Ответ Выбрал 82 ролика Где Никита 82 Это и Занятия он ведет И работает И пасет Все есть Ну 8800 роликов Вы понимаете Что это такое У Осипова 1300 только Сравнить Не то что там Ну как то Это же большая разница 8000 А у кого есть Ни у кого этого нету У них они еще Только что-то Под часами посидел Ушел А мы все Снимаем Были у болящих Все заснято Везде польза С вами говорю Опять выставлено Сегодня у нас было Богослужение Половина почти снята Такие моменты были Проповедь была какая Собрание Занятия У нас сегодня Только роликов 5 или 6 За один день У нас очень богатый материал И притом Мы работаем открыто Вот видели Как мы там Строим Дороги Пруды Все своими силами Да Это я видел Ну зарядите На наш сайт Зайдете Я сейчас скину На видеоканал И там все найдете Притом только зарядите И у вас сразу выйдет Литургия А какой канал Я скину Чтобы у вас Все было свое И про книги Сразу Один Материал Потом другой Сразу Средом Сейчас я вам все скину Ну все наверное Игнатий Тихонович Громадное вам спасибо Как вас Называть Как мне вас Меня зовут Виталий 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 А вы знаете Как переводится Жизненный Да Вот таким вы и будете Никуда от православия Вы бороду бреете Брею Не прикасайтесь Вот вы верхнюю Вы думаете Просто так Пуговка у вас Растегнута верхняя Зачем У масонов Или в галстуке Или расстегнута Просто так никак А вот возьмите Все за правило Если такое есть Я этого не буду Я застегнулся в армии Больше ни разу Не расстегнулся Все Это малое Незначительное Но уже видно Что ты презираешь То самое Которое они Это у них устав есть Если у тебя 10 пуговок На костюме Нижняя должна быть Растегнута Я устав их прочитал Масоны Которые готовят Престол Антихристу Даже внешне Мы не должны Приближаться к ним Пятиконечная звезда Это сионизм Шестиконечная Это еврейство Пятиконечная Это масонская А у нас семиконечная А у нас семиконечная И церковь Никогда Пятиконечную Шестиконечную Не будет звезду рисовать А нам кажется Ничего не значит А знаки поставили Вместо знамений наших Зачем это было написано Игнатий Тихонович Думаю что на пяти Наверное На пяти Со множеством заблуждений Это настоящая церковь Они сохранили Епископат По рукоположению Одного другого До сегодняшних дней Григорий Армянск Это православная Католическая Копская Сирийская Все Дальше все Это ересь Называется Денаминацией Конфессии Нет этих слов Это сатана Прикрыл ереси И надо Прямо спрашивать А какой ты ереси Принадлежишь А не конфессии Святые запрещают Пользоваться Подменой слов Вот вор Вор не говорит Украл Говорит я взял Я знаю Я взял Машину угнал Я прокатился А он угнал Сломал замок И прочее И поэтому Надо называть так Аборт А что такое аборт Убийство Я убила ребенка В утробе И поэтому Правила Василия Велика Второе Отключает на 10 лет А не 40 поклонов Как сегодня Попы мошенствуют Златоуст Городец Если не накладывает Эпитимию Гибнет Сам и кого Причищает Все сказано Здесь А что у вас Так соблюдается У нас соблюдается И не в тягость Потому что Добровольно Приняли У нас Нигде Нету ни одного Огарка Чистый воск Воск На пасеке Дальше Свои сестры Чистые Льют свечи Батюшка ставит Сколько надо Все время Свечи горят Но у нас В уставе написано Свеча должна Гореть и погас А в церкви Вот такие огарки На переплавку Полные мешки огарков У нас здесь С кружкой Не ходят Не просят А висит ящик На нужной церкви Кто щедро дает Щедро пожнет Взято с экклесиастом Взято И от апостола Павла Все А к алкоголю Как относится У вас в общении? Кто? К алкоголю Как относится В общении? К алкоголю? К алкоголю? Ну как Отрицательно Допустим Я могу сказать Для себя Мы в рот не берем Который наш Но на свадьбу На бракосочетание Ставится там Какое-то вино Может для родственников Там бывает Что отцы неверующие У нас вообще нет Сухой закон Не из-за греха Из-за воздержания А то я в Синоде был Там епископ И митрополит Налили Выпей Я говорю Я не пью Выпейте Потому что Идет разговор такой Что вы вино Считаете за грех Я не считаю У нас по уставу положено В календаре написано Вино или Когда разрешает Ну я выпил Я говорю У меня жена готовит Квас крепше Больше не пей У нас своих пьяниц хватает Да Понятно Значит Свечи у вас Догорают полностью До конца Игнатий До конца Она помигала Погасла И там ничего нету До конца Не прикасаем Ее нельзя трогать Это мы в устав включили Я с этим боролся У нас все это Выполнено Почему Все сожжения Говорят Все сожжения Называется И жертву ты не восхотел Все сожжения Вся должна сгореть 50-й псалом Там мы считаем же Помилуй меня Боже И вы думаете Еще не надо Да Понятно Еще раз Еще раз большое Спасибо вам За интересную Так же Что пришли Виталий Храни вас Бог Давайте Отключаемся Всего хорошего Да Слава Богу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому